6 ноября 2020 года разговор мы будем сегодня вести про лазерные методики, то есть про лазерную методику с использованием низкоэнергетических лазеров. То есть это терапевтическое воздействие, то есть это не то лазерное излучение, с помощью которого можно что-то выжечь, удалить или, допустим, селективно воздействовать на волосной фолликул и провести сеанс эпиляции. Это лазерная методика, которая используется в физиотерапии. А в косметологии она чаще всего используется для введения гиалуроновой кислоты, низкомолекулярной, и такая процедура называется биоревитализация. Мы ее тоже сегодня вкратце повторим. У нас на самом деле не один вебинар уже на эту тему проходил. Подробный вебинар именно по лазерной биоревитализации у нас уже лежит на канале YouTube, кому интересно, можно посмотреть. Но суть в том, что вообще лазерная медицина, она пришла в первую очередь из хирургии, и терапии в косметологию, то есть какие-то повреждающие методики лазерной больше с хирургией пришли, терапевтические с физиотерапией. Ну и лазерная диагностика, как говорится, до кучи поучаствовала в использовании лазерного излучения. Само слово лазер – это, напомню, аббревиатура. И аббревиатура от английских слов light amplification by stimulated emission of radiation, то есть усиление света в результате вынужденного излучения. Чем лазерное излучение вообще отличается от других физических факторов, которые используются в физиотерапии, таких как ультразвук, электрический ток, или тепловые какие-то воздействия, или вакуумные воздействия. То, что физически этот фактор придуман человеком изначально, и он в природе не существует. И от обычного, ну это, естественно, оптический спектр, то есть это свет с определенными параметрами. И в отличие от обычного света, широкополосного, лазерный луч, он обладает определенными свойствами, которые присущи, ну основная их масса присуща только ему. То есть есть, конечно, те свойства, которые могут присуще быть и, например, обычному источнику света, не лазерному, например, диодному фонарику, к примеру, монохроматичность, то есть одноцветность. То есть мы можем взять фонарик, который работает на одной длине волны. Например, они используются для фотохромотерапии, то есть такой как бы из области больше такого СПА воздействия, если в косметологии применяют, либо для воздействия в области, например, санаторно-курортных каких-то процедур. Да, фотохромотерапия, она используется в восстановительной медицине. В косметологии тоже используется, но к лазерам она не имеет ни малейшего отношения, кроме того, что этот фонарик светит на одной длине волны. Там может быть либо красный там свет, либо зеленый, либо синий. Ну, наверное, слышали о такой методике. Лазер – это все-таки специфический свет, и в зависимости от длины волны он может, например, иметь различную интенсивность, различную глубину проникновения. Но свойства у лазерного луча вне зависимости от длины волны, они похожи. Что это за свойства? Кроме длины волны, монохроматичность, то есть на одной длине волны обязательно каждый источник лазерного излучения работает. То есть он будет определенно иметь вот эту цифру, цифровое значение длины волны. То есть, например, красный луч лазерный будет в красном диапазоне иметь, например, 635 нанометров длины волны. Например, инфракрасный может 890 или 1000 с чем-то. Но там будет именно одно вот это значение. Может в одном излучателе, конечно, быть два одновременно источника света лазерного, но по-любому каждый из них будет опять-таки работать на какой-то определенной своей длине волны. Но вот следующие факторы, они присущи исключительно лазерному излучению. И, наверное, я попробую, может быть, показать, порисовать чуть-чуть. Я надеюсь, что вам будет хорошо видно. Чтобы понять вообще эти свойства, мы можем представить себе классический какой-то источник излучения, который, как правило, стоит из системы зеркал. Я не беру полупроводниковые лазеры, конечно, беру в расчет обычные. И в системе будет источник света. Ну, к примеру, самый простой вариант – ксеноновая лампочка. Будет излучающее тело. Это именно тот элемент, который преобразует вот эту световую энергию и делает ее именно лазерным лучом. То есть он может быть и газообразным, и жидкостным, и твердотельным, из сплава каких-нибудь минералов. Но сам факт, что вот эти световые лучи, преломляясь определенным образом в этом излучающем теле, они, выходя из системы зеркал на выходе, приобретают свойства лазерного луча. Частица света у нас называется фотон. Так вот, фотоны, которые выбегают из нашего излучателя, они имеют определенные свойства. Одно из них – когерентность или синфазность. Это совпадение фаз электромагнитных колебаний излучения. Ну, это по-умному, если сказать. А если попроще, то вот эти вот фотончики выходят из нашего излучателя стройными рядами, как солдаты на плацу. И вот эти вот пачки фотонов как раз и представляют собой вот это вот синфазное совпадение фаз. То есть они такими пачечками выходят. Третье свойство, помимо монохроматичности и когерентности, это поляризация. То есть поляризация, понятно, направление какое-то. То есть фиксированная ориентация векторов эти фотоны имеет, электромагнитное излучение в пространстве, относительно направления его распространения. Что это значит? Это значит, что каждый из этих солдат двигается строго в одном направлении. И вот это направление у них у всех совпадает. То есть стрелочками, допустим, нарисуем. И, в общем, к чему это приводит? Это приводит к основному, так сказать, тому, что мы хотим вообще от лазерного луча, как правило. Это основное его свойство – малая расходимость потокового излучения. То есть это направленное излучение с такой высокой спектральной плотностью. Таким образом мы можем получить луч, который будет прицельно, например, коагулировать сосуд или прицельно воздействовать на какие-то селективно органы и ткани. То есть куда мы хотим, как говорится, это воздействие, энергию лазерного излучения направить. То есть если мы себе представим фонарик обычный, то если мы прислоним его близко к поверхности, у нас будет маленькая точка, свет. Если мы его начнем удалять, по мере удаления от поверхности она будет расширяться. Вот это пятно световое. С лазерами все совсем не так, потому что если мы даже удаляем от поверхности лазерный излучатель, то у нас будет такая же маленькая точка оставаться. Если кто-то видел строительный уровень, например, который используется при ремонте, там как раз вот это и используется, когда мы можем разметить стену, например, для того, чтобы где-то правильно просверлить. Или там, допустим, какие-то линии провести, чтобы шкаф расположить правильно. Понятно, да? То есть как бы вот эти вот свойства – монохроматичность, синфазность, поляризация и направленность, то есть малая расходимость пучка излучения – это основные свойства лазера. Лазер, как я уже говорила, да, сегодня мы рассматриваем вариант низкоэнергетического или низкоинтенсивного лазерного излучения, то есть терапевтическое воздействие, которое не повреждает ткани, то есть ничего не сжигает на своем пути, как, например, высокоэнергетические лазеры, которые традиционно применяются с целью удаления чего-либо, да, или там абляции, то есть повреждения ткани, либо селективного какого-то повреждения, например, для эпиляции, да, разрушения волосного фолликула, да, прицельно, или там для удаления пигмента, или искусственного, то есть там татуировку, например, когда сводят, да, или естественного натурального пигмента, который возникает под действием натурофиолетового излучения, то есть это не то немножечко, да, терапевтические лазеры – это мягкое воздействие, то есть это идет не негативная стимуляция каких-то процессов в тканях, а негативной стимуляцией у нас занимаются повреждающие процедуры, как лазерные, так и, например, химические пилинги, те же самые. А позитивная стимуляция – это когда мы стимулируем метаболизм в клетках, да, в клетках, в тканях, да, соответственно, у нас, восстанавливаются ткани, регенерируют и так далее за счет того, что мы простимулировали, так сказать, жизнедеятельность клеток там, где этот лазерный луч у нас проник, да, то есть, например, в эпидермисе это будут керотиноциты, в дермии это будут фибробласты, в том числе и те, которые вырабатывают гиалуроновую кислоту эндогену, и те, которые вырабатывают коллаген и эластин, да, фибробласты, гиалуроносинтазы и так далее. Также мы стимулируем капиллярное кровообращение, укрепляем стенки сосудов, улучшаем кровоток, улучшаем лимфоток, да, то есть стимулируем лимфатические сосуды, тем самым убираем отечность, поэтому лазерные процедуры имеют противотечный эффект, как один из, да, но самое основное, конечно, регенерация. Но лазеры, естественно, в зависимости от своей повреждающей способности и интенсивности, они делятся на классы опасности, именно для обслуживающего персонала, который я имею в виду не ректор оборудования класса, а именно для обслуживающего персонала. На бытовые лазеры, да, например, там мышка, да, какая-нибудь, вот, бытовой лазер, он не повреждает, конечно же, ни ткани, ни глаза, ни прямым, ни рассеянным лучом. Второй класс – это неаблютивные лазеры, которые у нас не повреждают ткань, то есть терапевтическое мягкое воздействие на нее оказывают прямым лучом, да, рассеянным они тоже ничего не повреждают, естественно, а вот глаза они прямым лучом могут повредить. То есть если, например, взять манипулу, да, и посветить непосредственно в глаз, то можно, конечно, какие-то нарушения на сетчатке получить. А если мы работаем на пациенте, допустим, рассеянный луч, он очень мало рассеется в таких аппаратах и, соответственно, никак не повреждает глаза, например, врача. А вот третий класс, который в основном аппараты, которые используют инфракрасный диапазон, которые используют, ну, иногда и красный диапазон используют, которые применяются для эпиляции, фотоомоложения, то есть частично повреждающие вот эти процедуры, да, они селективно, как правило, повреждают ткани, то есть воздействие на какие-то определенные хроматофоры, да, это может быть пигмент, то есть меланин, да, это может быть, допустим, гемоглобин крови, да, в сосудах которой и так далее. Какие-то углеродсодержащие соединения. Они, к сожалению, рассеянным лучом тоже могут повредить зрение, поэтому пациенту мы всегда защищаем глаза специальными очками непрозрачными, которые на ватной диске, как правило, кладем. Врач, соответственно, должен быть тоже в очках, которые защищают от определенного диапазона лазерного излучения, то есть, как правило, это прописано на праве этих очков, то есть врач, когда берет эти очки, он видит, от какого диапазона, собственно, у него глаза защищены. И четвертый класс, хирургические лазеры, понятно, они там повреждают все на своем пути, это уже к мягким терапевтическим методикам вообще не имеет никакого отношения, это уже лазеры, которым можно что-нибудь отрезать или скоагулировать. И, естественно, там полная защита нужна. И глаз, и окружающих тканей, естественно, от повреждающего воздействия такого лазера. Соответственно, из физики, что нам необходимо вспомнить, это то, что лазерное излучение – это тоже все-таки волна, хотя и в оптическом спектре. И как раз длина волны влияет на свойства этого лазера, то есть насколько глубоко он проникает, насколько он отражается интенсивно, на какие, собственно, он будет воздействовать структуры. Измеряется, как правило, в нанметрах или в микрометрах. Еще такая важная величина – это частота колебаний. Мы знаем, как говорится, из аппаратной косметологии, вообще из физики, что частота колебаний – это, в общем-то, параметр, который во многом ответственен за глубину проникновения физического фактора. Мы многократно говорили о том, что частота, например, ультразвука имеет значение, потому что, например, тем ультразвуком, которым мы отшелушиваем эпидермис при ультразвуковом пилинге, мы не можем, просто перевернув лопатку, сделать фонофорез. Это такой типичный миф, который транслируется продавцами дешевых аппаратов для домашнего использования, что якобы этим аппаратом может сделать все, и ввести, и отшелушить. Нет, конечно, потому что там всего лишь один стоит пьезоэлемент, который генерирует, например, низкочастотный ультразвук. А для, например, фонофорезов, введения каких-то активных веществ, нам нужен высокочастотный ультразвук. Если надо на этом остановиться подробнее, вы мне напишите вопрос, но я думаю, что вы все об этом уже знаете. И кто смотрел наши вебинары на нашем канале, уже не новичок, как бы знает, что мы эту тему, этот миф уже развенчали давно, и не только мы. В общем, сейчас, к счастью, даже покупателей домашнего оборудования не обманешь. И уже люди достаточно продвинутые знают, что от чего ожидать. И вот такие, как говорится, мифы и сказки, которые рассказывают продавцы, надеясь на невежественность покупателя, они уже не прокатывают, как говорит молодежь. И, собственно, оптическое излучение – это электромагнитное излучение, которое, собственно, в определенном диапазоне длины волны. То есть есть видимый свет, есть инфракрасное излучение, которое мы не видим, однако по воздействию на ткань оно гораздо мощнее. И здесь как раз от длины волны, помимо частоты колебаний, зависит свойство. От частоты тоже зависит в том смысле, что чем ниже частота, тем глубже у нас будет воздействие, как правило. И чем выше частота, тем поверхностнее. Но есть такие две частоты распространенные, которые как раз в методиках с использованием низкоэнергетических лазеров используются чаще всего. Это 80 Гц и 10. Даже если взять, например, аппарат, я не уверена, что вам будет хорошо видно, но постараюсь как-то. То есть здесь у нас автоматом стоит частота по умолчанию 80 Гц. Она как раз применяется для большинства всяких стимулирующих процедур, в том числе для лазерной биоревитализации. Но существует еще так называемая сосудистая частота 10 Гц, которую можно использовать при воздействии на ткани. Как раз с целью такого селективного воздействия на сосуды, то есть на, например, какие-то воспаления и так далее. То есть при терапии акне применяется эта частота при терапии купероза, в том числе на фоне розации применяется. Но об этом мы чуть позже поговорим. Что касается красного лазера, так называемого, то есть красный диапазон, до 740 в среднем нанометров. Здесь как раз очень небольшая глубина. Существуют манипулы, например, чаще всего вы встречаете 635 нанометров манипулы вот в таких аппаратах а-ля Мустанг 3000+, которые у меня здесь стоят. И вот от этой манипулы, если она мономанипулой, там еще не добавлен какой-нибудь инфракрасный лазер в нее, можно, в принципе, даже работать в области, ну, почти доходя до подвижных век, то есть в области вокруг глаз, потому что там глубина проникновения очень небольшая, от 1 до 3 миллиметров. И, в принципе, это допускается. Ну, вообще, область вокруг глаз, надо очень осторожно с ней, и, как говорится, если не уверены, лучше не браться. Но сам факт, что там идет небольшая глубина, и красный лазер, он, проникая неглубоко, большая часть энергии отражается от поверхности, куда, собственно, она девается. Если мы используем лазерный вот этот луч для введения активных веществ каких-то, да, а мы чуть попозже поговорим о том, что не все, конечно, вещества имеют доказательную базу эффективности именно своей форетичности под лазерной манипулой. Некоторые лучше нанести после лазерного воздействия, так называемый отсроченный фотофорез сделать, то есть лазер, да, у нас активизирует проникновение активных веществ в кожу, то есть окно проводимости фактически увеличивает, но не всякое вещество подходит для нанесения непосредственно под манипулу. Вот, иногда лучше по сухой очищенной кожи обработать участок, да, который нам нужно обработать, а потом уже нанести в течение там 3-5 минут активный препарат или лекарственную, или косметическую какую-то сыворотку с активными ингредиентами, и увеличить биодоступность вот этих вот активных компонентов таким образом, либо закрыть там еще экклюзионной маской какой-то сверху. Потому что, например, полупроводниковые лазеры, для них критично, ну и диодные лазеры, например, да, для них критично цвет, там, наличие каких-то включений в препарате, да, и поэтому здесь как раз, чтобы не нивелировать те воздействия, которые сам лазер на кожу воздействует, да, которые оказывает, да, то нам нежелательно какие-то класть непонятные вещества на кожу под лазерную манипулу, которые, в общем, может, сами по себе-то хорошо работают, но лазеры они будут мешать. Таких веществ, которые вообще под лазер непосредственно можно класть, да, и как контактную среду использовать, их немного, я потом вам целый списочек дам, но среди них из таких самых известных, это, конечно, гиалуроновая кислота, это фермент, который ее расщепляет, то есть гиалуронидаза, это гепарин, гельконтрактубис, гельметрагил, то есть такие вот препараты известные, да, их можно действительно непосредственно прямо под манипулу класть. А какие-то другие комплексные сыворотки, особенно которые имеют там текстуру суспензии такой или какой-нибудь, допустим, цвет ярко выраженный, лучше, конечно, использовать в методике отсрочного фотофореза, то есть сразу после лазерной терапии класть на кожу. Что у нас делает лазер? Ну вот по глубине, соответственно, красный лазер у нас не глубоко проникает, вот эффект, он, конечно, оказывает все те же самые, что и, например, инфракрасный лазер, но здесь как раз больше на форез рассчитано, потому что здесь часть отраженной энергии, то есть которая от поверхности кожи у нас будет отражаться, она попадет как раз в контактное вот это вот вещество, которое наполнено активными компонентами, возможно, раздробит их до более биодоступных частиц, то есть в зависимости от физико-химических свойств самих компонентов, конечно. Но сам факт, что биодоступность препаратов повышается. Вот инфракрасный лазер, у него гораздо более глубокое проникновение. В некоторых аппаратах и в манипулах инфракрасный лазер используется не только в непрерывном, но и в импульсном режиме, потому что в непрерывном он бы был слишком мощным, например, для воздействия в области лица, шеи и декольте. Здесь все-таки у нас и близко костные выступы, и сосуды близко, и кожа тонкая, то есть это не нога, например, не бедро, даже не паравертебральное пространство на спине вдоль позвоночника, куда иногда используют при всяких проблемах по части опорного двигателя аппарата, позвоночника, какие-то корешковые синдромы и так далее. Тоже используется, конечно, лазерное излучение для курса физиотерапевтического в комплексе при лечении этих патологий, но лицо, конечно, у него немножко другие технические характеристики, поэтому, когда мы инфракрасным лазером воздействуем, у нас не должна быть сильная мощность. Проникает действительно достаточно глубоко, но без потери мощности это все-таки дерма чаще всего, чем подкожно-жировая клетчатка и мышцы, хотя инфракрасным лазером можно, как говорится, добить даже на мышечной ткани. И здесь как раз идет стимулирующее воздействие, преобладает над форезом, над увеличением окна проводимости кожи, и здесь как раз полноценно идет воздействие на все клетки, как говорится, ткани, через которые лазерный луч проходит, то есть эпидермис, дерма. И здесь как раз идет очень сильное воздействие на сосуды, сосудокрепляющие действия. Здесь улучшается микроциркуляция, поэтому после даже самой простой процедуры лазерной биоритализации лицо такое свеженькое. Вот, как будто человек прям выспался, отдохнул, или спортом каким-то позанимался. Вот, то есть цвет лица очень хорошо улучшается. И здесь как раз идет стимулирующее воздействие именно на клетки кожи, что повышает регенераторные ее способности, то есть у нас заживают быстрее какие-то повреждения. Поэтому в медицине лазер чаще всего используется для того, чтобы заживить чего-то, то, что само хорошо не заживает. Трофические язвы, длительно не заживающие какие-то, возможно, инфицированные повреждения кожи, ожоги и так далее. То есть воздействие на рубцовую ткань тоже может присутствовать. Но лазер не рассасывает рубцы, надо об этом помнить. То есть даже ультразвук более мощным таким влиянием именно на свежую рубцовую ткань имеет, нежели лазер. Но, с другой стороны, если это рубец именно от того, что кожу сшивали, например, или что-то такое, или от повреждения рубец, то он быстрее просто заживет и будет более гладким, менее деформированным, меньше шансов, что там какой-то килоид образуется. Если сразу начать такой курс, очень часто эти аппараты стоят, например, в послеродовых отделениях, как говорится, в роддомах и как раз после перенеотомии или пизиотомии женщин отправляют на вот эту вот родивших процедуру, там сколько дней они находятся, там 3-4 дня в роддоме и каждый день там с утра делают бесконтактным способом вот это вот облучение шва, чтобы он быстрее зажил и не беспокоил ее и был более эластичный. О бесконтактном, кстати, что важно. У нас на самом деле в нашем арсенале, в наших руках косметолога из аппаратных методик бесконтактных на самом деле не очень много, поэтому мы большинством методик не можем, например, работать по поврежденной коже. А лазером мы можем работать над поврежденной кожей, потому что у нас, собственно, здесь воздействие оказывается и если мы контактно будем манипулу использовать, и если мы будем на 3, там максимум 5 мм от кожи ее отрывать, да, потому что это все-таки, помним, что это световой диапазон, да, то есть это спектр световой, оптический, и мы поверхность освечиваем, да, то есть есть такой термин физиотерапии – освечивание поверхности, то есть мы светим на какой-то участок кожи, где мы хотим, например, заживить повреждения, или светим на поверхность лица, обрабатываем эту кожу, если мы хотим улучшить кровоток, уменьшить отечность, опять-таки простимулировать обновление клеток, омолодить ся, вот, или омолодить своего пациента. Значит, что касается инфракрасного лазера, как я уже сказала, он мощнее, он глубже проникает, и интенсивность его больше, поэтому зачастую манипулы, например, с 890 нанометров и выше, они используются в импульсном режиме. Так вот, обобщить, если те эффекты, которые оказывают терапевтические лазеры, они влияют на клетки эпидермиса, то есть кератиноциты, лучше кожа обновляется. На фибробласты дерма, то есть там вырабатываются гликоза, аминогликаны, вырабатывается коллаген и эластин, кожа укрепляется, поэтому после курса процедур у нас лицо более такое, как бы, разглаженное, напитанное. В общем, в принципе, почему, например, введение гиалуроновой кислоты в косметологии появилось под названием лазерная биоревитализация или гиалуронопластика? Потому что после курса процедур эффект выглядит приблизительно так же, как если мы два раза проколем классический курс биоревитализанта инъекционного с интервалом в три недели. То есть натягивается немножко лицо, я не имею в виду после первой процедуры, после инъекционной отек, а я имею в виду именно уже отсрочный эффект. Так вот, лазер – это все-таки дозозависимое воздействие, нам нужно набрать определенный курс процедур, сделать, чтобы был эффект устойчивый, чтобы он длился не 3-4 дня, а 2-3 месяца, или потом уже, если мы сделаем поддерживающие какие-то процедуры, об этом я как раз подробно рассказываю на вебинаре про биоревитализацию. Там как раз, вот я и говорю о том, как сформировать курс, то есть сначала мы делаем 10 процедур, там через 2-3 месяца поддержечку из 4-5 процедур, потом там через 4-6 месяцев еще поддержечку из 4-5 процедур ежедневных или через день. И тогда уже у нас накопительный эффект в полной мере, как говорится, проявляется, и мы можем потом просто раз за год делать полный курс и уже не делать никаких поддержек. И если мы используем эту процедуру, например, той же самой лазерной биоревитализации не курсом, а как просто процедура на выход, такое тоже имеет право на существование, потому что процедура с очень хорошим до и после, кожа успокоенная, свеженькая после этого, то есть хорошо перед какими-то мероприятиями, например, делать. То же самое, как микротоковая терапия. Но опять-таки не нужно ожидать, что будет действительно эффект накопительный, там длится 2-3 месяца, и он будет соответствовать тому, как если бы мы 2 раза хороший качественный биоревитализант прокололи с интервалом 3 недели. Здесь как раз будет эффект, который не так долго держится, но именно как на выход она тоже хорошо работает. Плюс еще лазерную терапию можно делать в любое время года, и как раз в летнее время, когда нам какие-то более повреждающие процедуры достаются, и в общем-то летом нам делать ничего такого нельзя особенного, как раз вот приходит время именно классической мягкой физиологичной физиотерапии. То есть лазерная терапия, микротоковая терапия, фонофорез каких-нибудь антиоксидантов, сосудокрепляющих, гиалуроновой кислоты, то есть процедуры именно физио, которые перекочевали в косметологии, они как раз летом очень востребованы. А осенний-зимний период мы все боремся с жесткими методами, с пигментацией и возрастными изменениями, как правило. Стимуляция метаболизма всех клеток и тканей соответственно на своем пути, потом естественно клетки у нас стимулируются, каким образом они быстрее делятся, у них больше энергии АТФ вырабатывается и соответственно АТФ это у нас бензинчик для всех наших вообще реакций химических и метаболических, которые в организме происходят. И таким образом кожа действительно значительно омолаживается, то есть выглядит как более молодая. Улучшается цвет лица, потому что активно способствует лазерное излучение, улучшение реологии крови, укрепление стенок сосудов, то есть и не только за счет расширения сосудов, вот это вот все работает, как просто если мы погрели, например, кожу, а еще и за счет такого процесса, который называется неокапиллярогенез, то есть в ту зону, где у нас была, например, ишемия, крови не хватало, соответственно, ткани плохо кровоснабжались, плохо получали питательные вещества, кислород, то есть они были тусклые, безжизненные, атоничные. Туда начинают прорастать новые капиллярчики, да, и они начинают питать эту зону более активно, и улучшается цвет лица, структура, тургор, тонус повышается, то есть здесь за счет именно вот этого еще момента улучшается микроциркуляция и, соответственно, трофика тканей, которые, собственно, кровоснабжаются этими сосудами. Точно так же воздействие идет и на лимфатические сосуды, соответственно, мы получаем противотечный эффект. Это как раз очень важно для тех, кому мы не можем, например, проколоть тот же самый биоретализант по той простой причине, что человек имеет склонность к отекам, например, у него пастозные, особенно тяжелые такие лица, о которых я тоже в предыдущем вебинаре по лазерной терапии упоминаю. То есть мы не всем можем биоретализант проколоть на самом деле. Есть противопоказания, но наряду с такими объективными противопоказаниями, как аллергия на аппликационные анестетики или вообще боязнь уколов или, допустим, близко расположенные сосуды, что мы там наставим гематом, например. К сожалению, существуют такие относительные противопоказания, когда, допустим, есть склонность к отекам. И если, например, женщина пришла на биоретализацию инъекционную, потому что ее подруге очень хорошо помогла эта процедура, а подруга имеет мелкоморщинистый тип старения и четкий овал лица, то, к сожалению, та женщина, которая к нам пришла, например, имеющая избыточный вес, птоз, выраженный деформационный тип старения, склонность к отекам, такое пастозное рыхлое лицо. К сожалению, если мы еще и проколем ее, мы получим еще после инъекционный отек, то, увы, это не даст хорошего результата эстетического. И поэтому такой пациент будет недоволен нашим воздействием. Поэтому надо уже смотреть, что кому, как говорится, лучше использовать. И, например, при деформационном типе старения и склонности к отекам инъекционные процедуры не очень хорошо влияют на, как говорится, структуру кожи и внешний вид. Тут как раз безинъекционные методики введения достаточно хорошо показаны, особенно если они обладают противоотечным эффектом. Противоотечный эффект у нас еще микротоковая терапия очень сильно обладает, поэтому имеет смысл таким пациентам делать хотя бы раз в год, а лучше два, например, такой вот курс процедур, например. Ну и, собственно, лазер ФРС, то есть введение каких-то активных веществ – это приятный бонус лазеротерапии. Как я уже говорила, не все вещества можно вводить лазером непосредственно под лазерную манипулу класть, но многие из них можно активных компонентов, улучшить их биодоступность, увеличить количество внедренных активных компонентов именно в глубокие слои кожи. За счет отсроченного фотофореза, то есть донесения непосредственно сразу после лазерной терапии, то есть обработки кожи низкоэнергетическим лазером. Таким образом, процедура и стимуляция, и ФРС одновременно, она безболезненна, она, в общем, относительно безопасна, если учитывать противопоказания, она легка в применении и достаточно неплохо сочетается с другими какими-то методиками, которые мы используем в комплексе. Соответственно, получаем мы в результате решение таких проблем, как возрастные изменения, как какой-то, например, если требуется повышенная регенерация, репарация, то есть заживление чего-либо. Можем готовить кожу к инсоляции, можем, наоборот, реабилитировать ее после того, как человек в отпуске там обгорел и приехал весь такой пергаментный. Как профилактика фотостарения, да, соответственно, если перед, как говорится, посещением жаркой страны делать сейчас для нас не очень актуально, по-моему, в наше время, но все равно может быть, а может кто-то живет, например, в том регионе, там, где солнца очень много и на самом деле такие профилактические воздействия один-два раза в год, они, в общем, никогда не лишние, да, если нет противопоказаний. Ну и то, о чем мы сегодня собирались как раз подробнее остановиться, это вспомогательное воздействие при лечении каких-то патологий кожи, таких как воспалительные процессы, акне, розация и, опять-таки, длительные незаживающие повреждения терапии рыбцовой ткани. Противопоказания, да, чтобы воздействие было безопасным, надо всегда учитывать противопоказания. И здесь у нас на первом месте, конечно же, новообразование, как слокачественные, естественно, понятно, что если онкология в анамнезе, то мы никаких аппаратных процедур не делаем в рамках эстетической медицины, да, понятно, что некоторые процедуры физио, они используются у онкологических больных в рамках восстановительных каких-то процессов, да, реабилитации, но в эстетической медицине мы такого пациента не можем взять на процедуры. Если же доброкачественное образование, то нам желательно все-таки знать точно, что оно не имеет склонности к росту, что оно 100% доброкачественное, тогда можно, в принципе, делать аппаратные воздействия, если мы сомневаемся, то лучше не делать. И какие-то тяжелые хронические заболевания тоже являются противопоказанием. Ну, беременность, само собой, конечно, да, помимо заболевания, беременность – это и болезнь, вот, ну, беременным мы ничего такого не проводим, ни аппаратного, ни инъекционного, это понятно, организм другим занят, и, собственно, никто не тестирует никакие методики или какие-то активные вещества некоторые, да, которые потенциально могут риск какой-то дать, естественно, во время беременности тоже не применяются. А вот как раз инфекционные заболевания и хронические заболевания органов и систем, они чаще всего являются противопоказанием к применению методики, например, лазерной терапии, да и других аппаратных методик именно как раз в эстетической медицине. То есть понятно, что физиотерапию мы делаем при воспалительных заболеваниях, да, то есть как бы мы используем эти методики для лечения основопроцессов в профильных ЛПУ, да, то есть в лечебно-профилактических учреждениях в рамках физиотерапевтического отделения больницы, да, но мы не можем, допустим, делать какие-то процедуры аппаратные в рамках эстетической медицины больному, например, с каким-нибудь артритом, да, еще чем-нибудь, да, в острой стадии, да, или каким-нибудь заболеванием, аденовирусным даже простым, да, или гриппом, да, человек пришел с температурой, допустим, на процедуру, мы ему не делаем ничего, отправляем домой выздоравливать. А, например, допустим, человек с гайморитом, да, пришел в физиотерапевтическое отделение, лор ему назначил, допустим, от ларинголог какие-то процедуры физиотерапевтические. Мы, естественно, ему, как физиотерапевты, сделать их можем и должны, да, потому что здесь имеются прямые показания как раз в следствии основной патологии, да, решения этой проблемы. То есть понятно, да, тут такая палочка о двух концах, да, какие-то противопоказания являются абсолютными, а какие-то, в общем, в некотором роде относительными. Но для эстетики противопоказаний всегда больше, чем для классической физиотерапии. Есть такое еще, скажем так, противопоказание, как индивидуальная непереносимость низкоинтенсивного лазерного излучения. Встречается крайне редко. Описаны случаи в литературе, да, что во время воздействия лазерным лучом или там после воздействия возникали какие-то симптомы, ну, вегетативные, а-ля тахикардия, покраснение и так далее. Ну, то есть как бы расценивалось это как индивидуальная непереносимость, но, в общем, каких-то, честно говоря, в литературе прям вот много статей, например, на эту тему. Ну, меня не встречалось, честно говоря, даже на нервах в русскоязычном сегменте. Вот, то есть это такое больше казуистическое такое противопоказание, надо сказать. Вот, а вот тяжелые хронические заболевания, да, они, или острые, да, процессы, они являются как раз, ну, противопоказанием к применению физиотерапии в эстетике. Ну, а кардиостимулятор, понятно, я даже не стала этот список носить, понятно, что если у человека стоит кардиостимулятор, мы уже, конечно, аппаратные процедуры никакие мы не делаем. В результате курса процедур у нас получается практически то же самое, что и после двух инъекций с интервалом три недели классических какого-нибудь хорошего биоретализанта, то есть кожа становится более свежей, натянутой, уходят мелкие морщиночки, уходит какая-то дряблость, восстанавливаются повреждения, если они были. В общем, в принципе, такой омолаживающий эффект достаточно хороший. Надо сказать, что когда мы делаем курс процедур, например, с 10 процедур ежедневных или через день, у нас эффект основной, да, вот это вот прям вот такая напитанность, натянутая кожа, свежесть, она больше всего проявляется где-то на пятую, шестую процедуру. То есть когда мы первые там одну, две, три процедуры делаем, там больше вот это до и после зависит от того, что мы сделали до и после воздействия собственно лазером, потому что люди в разном состоянии могут прийти на процедуры, да, у кого-то там совсем все запущено, а у кого-то достаточно ухоженное лицо. И естественно на глубину морщин мы за один раз никак не подействуем, а уже за пять-шесть раз подействуем. Но тоже надо понимать, чтобы пациенты ваши не имели завышенных ожиданий, что ну не все решается, как говорится, каким-то одним воздействием и даже курсом, потому что все зависит от того, насколько возможно этот дефект, например, скорректировать. Понятно, что глубокий какой-нибудь залом в области, например, лобной мышцы, который даже ботулинотерапии вовремя не сделан, не убрать уже, да, то, конечно, ожидать от терапевтических процедур, таких вот, которые больше на увлажнение, на регенерацию направлены, ну, это наивно в высшей степени, и, в общем, пациенты, если это ему не объяснить, а он там ожидает то, что он там после парочки процедур лазеротерапии будет на 10 лет моложе, как в телевизоре показывают, да, вот, к сожалению, это не так. Но надо понимать, что и толку от физиопроцедур таких физиологичных, мягких, таких корректных по отношению к вообще функциям, да, тканей кожи, да, клеток кожи, от них толк тоже есть, да, и причем немалый, да, и поэтому на самом деле, как говорится, мы не все агрессии должны достигать, да, не все ободрать потом, чтобы новое у нас доросло, условно говоря, то, что как раз делается повреждающими какими-то воздействиями, а все-таки классическая физиотерапия, она возвращается уже достаточно давно, когда все увлеклись одно время высокоэнергетическими лазеровыми инъекциями, стало ясно, что эти методики, они практически не работают с эпидермисом, вот, а эпидермис очень важен, потому что даже если у нас лицо будет условно без особо там выраженных морщин, с достаточно как говорится, неплохой микроциркуляции и отсутствием отеков, если у нас эпидермис плотный, гиперкератозный, прыщи, какие-то комедоны, шелушение, тусклый цвет лица за счет того, что много кератиноцитов нет, шелушных, обновление идет плохо, к сожалению, такое лицо все равно будет выглядеть неухоженным, несмотря на потраченную там кучу денег на лазерные процедуры, на фотоомоложение и на, допустим, инъекционные методики, поэтому хорошо все в комплексе, да, то есть когда и эпидермис ухоженный, и кожа напитанная, гладкая, обновляется вовремя, и микроциркуляция налажена, нетеков нет, и морщинки, как говорится, отсрочено их появление максимально, да, насколько это возможно, то есть вот тогда хорошо получается в результате. Базовый протокол лазеротерапии, да, какой у нас в кабинете? Это, естественно, очищение, ну, наш любимый гель очищающий можем взять, который на кока-глюкозиде, на влажное лицо нанести, размыли в руках, как говорится, снимаем загрязнение, если пришел пациент с плотным макияжем, все время повторяю это желательно в кабинете иметь какое-то жиросодержащее активное средство для снятия именно плотных каких-то тональных текстур, там гидрофильное масло и молочко, вот, и снять сначала макияж, а потом уже дочистить кожу очищающим гелем, который уберет заодно и остатки вот этих вот жиросодержащих очищающих средств и павлов в них содержащихся, вот, смягчит воду, да, например, которую мы умываем, и после очищения мы, как правило, делаем глубокое очищение, то есть на самом деле глубокое очищение нам нужно еще для того, чтобы максимально убрать вот эти неотшелушенные кератиноциты, которые сами по себе могут отражать лазерный луч, да, и уменьшать его эффективность, поэтому энзимно-пектиновая маска наше все, как говорится, то есть энзимно-пектиновую маску мы перед процедурами лазерной терапии можем, ну, в принципе, в классическом варианте, как холодное распаривание использовать под пленку, а лучше всего, конечно, если нету акне, да, нет каких-то проблем, мы именно как перед биоритализацией, например, перед каким-то таким терапевтическим воздействием не на проблемную кожу, вот, или поврежденную используем, то как раз можно делать массажик влажными руками, по энзимной маске, вот, можно, в принципе, предварить лазерной терапии и ультразвуковым пилингом, если выраженный гиперкаратоз, а кожа чувствительная, химические такие вот ингредиенты а-ля папаин или молочная кислота из энзимной маски переносит плохо, раздражается, например, хотя это крайне редко встречается, потому что маска очень хорошо переносится обычно, то тогда можем классическое холодно-распаривание под зонкрустирующему гелю сделать, у него такой очень лаконичный состав, соли, калия, соколу и вера и поливинилперолидон, и, в общем, в принципе, меньше шансов, что, допустим, кожа реактивная, как-то на него среагирует не так, и мы можем сделать классическое холодно-распаривание и почистить ультразвуком, вот, после глубокого очищения мы всегда используем тоник, чтобы восстановить ПАЖ, дочистить кожу, и после этого как раз мы делаем, собственно, лазерное воздействие, либо по сухой очищенной коже, да, если мы используем методику отсрочного фотофореза, активные вещества наносим сразу после лазерной терапии, либо, если мы, например, работаем бесконтактно по поврежденной коже, тоже мы можем использовать, как говорится, над сухой очищенной кожей, да, проводить эту процедуру с зазором в 3 мм от излучателя, и тогда воздействие будет равноценно тому воздействию, как если бы мы просто по коже вводили. И уже, если мы, допустим, вводим гиалуроновую кислоту, низкомолекулярную гель-концентрат, как раз стоит, то его, это золотой стандарт, на самом деле, любого фореза и лазерной биоритализации, это гель-концентрат с 2% низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, и тогда мы ее наносим и проводим, соответственно, как говорится, сеанс лазеротерапии уже непосредственно по гелю, добавляя его в процессе, ну, мне из зазатора, например, удобно капать, для того, чтобы не сразу впитывалось все, как говорится, все количество нанесенного, да, то есть не нужно сразу там 5 мл положенное наносить, потому что они где-то впитаются, где-то будет манипула застревать, лучше нанести там 1,5 мл, грубо говоря, на все лицо. Если мы работаем по шее, то только по латеральной поверхности, область щитовидной железы у нас табу для любой аппаратной процедуры, и, собственно, мы просто небольшое количество наносим на подготовленную кожу, остальное уже добавляем в процессе процедуры, так мы и препарат сэкономим, да, и удобнее будет работать. И дальше после активного ухода мы наносим маску, можно разные варианты использовать, можно снять остатки геля концентрата, например, влажным компрессом, потому что низкомолекулярная гиалуроновая кислота, которая не внедрилась уже за время аппаратной процедуры, она уже вряд ли куда-то внедрится, может, наоборот, пленочку такую подсыхающую давать, да, и поэтому, чтобы этого не произошло, можно остатки просто влажным компрессиком смыть, либо водичкой кипяченой, там, ну, не кипяченой, потом просто тоником протереть еще раз, снять, да, либо можно пробрызгать тоником, например, с гидрозатом коллагена и алоэвера, да, вот такую салфеточку и снять таким вот влажным компрессом. После этого можно нанести какие-то еще дополнительные активные сыворотки, если они нужны под альгинат, или, например, использовать мою любимую маску с эффектом фарфоровой кожи, наверное, многих из вас тоже она любимая, вот, можете написать, кстати, у кого она любимая, это с гелем для сухой и нормальной кожи Нео и лосьонным концентратом Нео, когда мы берем, наносим гель, наносим масочку одноразовую тоже из такого же материала, только уже готовую, да, с прорезями для носа глаз, и пропитываем эту масочку лосьонным концентратом Нео, да, то есть тоже активным препаратом с 10-процентным липосомальным дигидрокверцетином, не знаю, что видно, вот есть у нас серия интенсив лосьон-концентрат Нео, и его же как раз можно для тоничной тусклой кожи, для возрастной кожи использовать дома в качестве тоника, потому что это очень такой активный препарат, а имеет жидкую текстуру и расфасовывается во флаконах, поэтому его, в принципе, ничего не мешает нанести на ватный диск и протереть кожу, например, после вымывания дома. Так вот, вот эта маска, гель, гель для сухой нормальной кожи Нео, одноразовой масочкой лосьон-концентрат, дает за 15 минут очень сильное сужение сосудов, то есть идет такой успокаивающий эффект, который как раз липосомальный антигидрокверцитин обеспечивает, и венотоники, которые там составят, там экстрактов очень много, арник, плющ, бузина, постельница, лекарственная маль, его огурец, то есть очень хороший такой состав, и все там уже впитывается, да, то есть мы ничего не смываем потом, просто снимаем эту масочку и получаем такую фарфорную, успокоенную, беленькую, ровненькую личико. После повреждающих процедур я всегда тоже рекомендую эту маску делать. Вот, то есть, в принципе, на ваш выбор, да, какой мы маской завершим процедуру, например, лазеротерапии, ну, то есть именно лазерной, например, биоревитализации, потому что если лазеротерапия у нас используется, например, для лечения какой-то патологии, да, там будем, и когда маски делать, думать о том, что у нас прицельно лучше использовать для решения проблемы, либо воспаления, либо там сосудистые какие-то проблемы. Вот, ну и, соответственно, дальше мы закрываем, как говорится, каким-то кремом или увлажняющим кремом нашим легеньким, или витаматриксом, например, с светоотражающими частичками, то есть уже на ваше усмотрение берем еще крем для завершения. Вот он, базовый протокол, как выглядит, да, как у любой аппаратной процедуры. Вот, и если мы делаем именно лазерную биоревитализацию, то курс, как я уже говорила, будет таким же, как любая классическая физиопроцедура, то есть это 10 сеансов ежедневно или через день, в идеале, конечно, да, если у нас пациент может прийти к нам с такой периодичностью. И потом спустя 2-3 месяца первую поддержку делаем из 4-5 процедур, и потом спустя там полгода или 4-6 месяцев, да, делаем вторую поддержку, и дальше уже можем через полгода делать просто раз в год такую процедуру, как, так сказать, поддерживающий вариант, да, так, то есть как бы мы несколько раз в год различные процедуры делаем, да, кто-то курс массажа проходит там раз в полгода, кто-то делает там лазерную терапию раз там в год, а потом делает там через несколько месяцев еще микротоковую терапию, еще массаж потом делает, ну, то есть тут уже, как говорится, выбор по показаниям. Собственно, просто чистить не надо, то есть если мы сделали процедуру какую-то аппаратную курсом, то следующую процедуру, да, следующий курс каких-то воздействий интенсивных лучше не начинать раньше, чем через 2-3 месяца, потому что кожа должна и сама поработать, да, адаптироваться, ресурс, да, наш должен все-таки сам как-то работать, а не только под воздействием понукания, да, кнутом, поэтому, в общем, в принципе, где-то раз в 3 месяца это самый такой оптимальный срок между различными курсами каких-то вот поддерживающих вариантов воздействия на кожу. Существует еще так называемая салонная схема, когда мы там пару раз в неделю, да, делаем эти процедуры, но она, как правило, менее эффективна, но если, как говорится, нет возможности сделать полноценный курс, то лучше что-то, чем ничего, а можно и вообще делать как эпизодический такой уход перед каким-то важным мероприятием, потому что, как я уже говорила, процедура очень хорошая по именно результату на выходе. Способы воздействия вообще самой насадкой, они бывают разные, но в области лица шеи декольте чаще всего это дозировка, да, но там зависит еще, конечно, от интенсивности излучения. Например, на мустанге, в области лица шеи декольте чаще всего это дозировка, да, но там зависит еще, конечно, от интенсивности излучения. Ну, вот, например, на мустанге, где у нас основная манипула имеет длину волны 785 нанометров и работает в непрерывном режиме, а второй излучатель, в нее заключенный, работает в импульсном режиме в инфракрасном диапазоне 890 нанометров, там рассчитывается дозировка, да, то есть рассчитывается время воздействия по основному излучателю и равно до 200-300 милливатт на квадратный сантиметр. Вот, и, соответственно, на, например, канале, в который у нас включен излучатель лимпусный, но более мощный инфракрасный, мы должны перед каждой процедурой уменьшать вот эту вот интенсивность, если она превышает 5-6. Она, как правило, превышает, потому что манипула рассчитана не только на воздействие по лицу, поэтому там нам может и 12, и 13-го отдавать, а в области лица инфракрасным излучателем с интенсивностью, да, такой большой, нам работать нельзя. Поэтому мы ставим мощность, убираем до 5 или 6 ватт, и так, собственно, и работаем. Значит, специально я вот здесь вот такой списочек самых таких известных препаратов, которые действительно можно наносить непосредственно под манипулу привела, да, то есть в некоторых физиотерапевтических справочниках этот список есть, он значительно меньше, чем тот справочник на несколько страниц, которые в каждом физиотерапевтическом, в каждом физиотерапевтическом учебнике имеется, который, собственно, для иона фореза предназначен, там очень много, да, вот эти вот, если кто смотрел такую литературу подобную, какой там плюс-плюсы, какой с минусы вводите, там на несколько страниц, это список. Вещества и препараты с подтвержденной форетичностью под лазером именно, да, которые не мешают самому лазеру, оказывается его воздействие и сами, как говорится, не разрушаются до неактивных форм под его воздействием. И как раз немного, вот. И в косметологии чаще всего используется гиалуроновая кислота, используется гиалуронидаза, да, то есть в виде лидаза, ленгидаза, ленгидаза. Используется, кстати, никотиновая кислота, например, никотиновая кислота в виде, например, нашего антикуперозного геля, так там еще куча всяких активных компонентов растительного происхождения, ее лучше вводить методом отсроченной фотофорез, то есть обработать кожу с куперозом, сразаться манипулой просто по-сухому, и потом уже сразу нанести, например, антикуперозный гель. Гель метронидозол, например, противоспалительный, его можно вводить лазером, можно вводить гель салкосерил заживляющий, можно вводить даже антибиотик тетрациклин в гелевой форме. И, в общем, в принципе, как видите, здесь препаратов не так много. И в косметологии нам чаще всего гельуронидозол с гельуроновой кислотой нужны, и иногда противоспалительные гели и сживляющие. Здесь как раз на этом слайде я напоминаю про то, что когда мы наносим сразу после сеанса лазерной терапии какое-то активное вещество, будь то медикамент или активная сыворотка с какими-то компонентами селективного действия, те же самые пептидные сыворотки, миорелакс с пептидом, миорексантом, аргирелином, или, допустим, сыворотка актив лифтинг с подтягивающим эффектом противоотечным, здесь как раз можно задействовать срочный фотофорез, провести сеанс лазерной терапии и тут же сразу нанести активный препарат. Теперь перейдем к применению низкоэнергетических лазеров именно при каких-то патологических состояниях, связанных с изменениями в сосудах или с воспалительными процессами на коже. При куперозе, так называемом, и поверхностном варикозе, как правило, используется ближний инфокрасный спектр. У нас, кстати, в манипуле нашей, который используется в косметологии, чаще всего Beauty Skin, это к аппарату Mustang 2000+. который прилагается, там как раз такой излучатель есть. И, собственно, можно работать как контактно, так и дистантно, но я считаю, что при куперозе, если нет повреждений на коже, лучше всего обработать контактно, либо можно комбинировать. Но я, честно говоря, сама предпочитаю, все-таки если использую антикуперозный гель, а не просто, допустим, препарат, который обладает тоже, например, влиянием на сосуды какой-то, то же самое, никотиновую кислоту, к примеру, все-таки наносить после. То есть как бы... И мы обрабатываем всю поверхность лица, как правило, все-таки купероз у нас в центральной части лица, чаще всего, локализуется. Но мы можем обработать все лицо, тоже воздействие стимулирующее оказать на ткани, с достаточно низкой интенсивностью и на сосудистой частоте 10 Гц. На самом деле, сразу могу сказать, что параметры иногда немножечко отличаются в методиках, потому что аппараты сами по себе отличаются, они имеют различную, например, мощность. И исходя из мощности, время воздействия может меняться. Поэтому здесь я как бы не буду прям точно какие-то давать рекомендации, все зависит от того, на каком аппарате вы, допустим, будете производить эту процедуру. И общее в этом только то, что частота всегда, например, сосудистой будет 10 Гц, если нам именно на сосудах надо поработать. И то, что курс процедур всегда будет 10 до 15 процедур и лучше всего ежедневных. Существует еще такой, так называемый, хронобиологический фактор, который в физиотерапии принимается к сведению всегда. И, в общем, большинство физиопроцедур чаще всего назначаются в утреннее время. И это используется даже не тогда, когда, ну понятно, там поликлиники чаще всего в утреннее время работают. Но даже если это санаторно-курортный какой-то комплекс, где, в принципе, имеется возможность проведения процедур целый день, с утра до вечера, можно их делать, если, конечно, есть к этому показания, как правило, по правилам физиотерапии, назначения физиотерапевтических методик. Больше там двух нагрузочных процедур в день, и то разнесенных по времени прилично, как бы одна там в первую половину дня, другая в послеобеденное время, не производится. То есть потому что мы не можем бесконечно стимулировать ресурсы нашего организма, чтобы вызвать реакцию адаптации, потому что рано или поздно эта реакция адаптации превратится в срыв адаптации. То есть и наша загнанная лошадь упадет. Поэтому нам каких-то процедур стимулирующих немного нужно. Какие-то могут быть вспомогательные воздействия, но организм должен сам адаптироваться к вот этому подстегивающему фактору и начать активнее лучше работать. Поэтому как раз если процедуры проходят, например, лазерной терапией назначаются, они, как правило, на утреннее время назначаются. А там, допустим, какие-то еще процедуры, например, тот же самый массаж, к примеру, можно сделать и потом в течение дня, если две процедуры нагрузочные назначаются. Но, как правило, все-таки эти воздействия все-таки в условиях какого-то санаторно-курортного комплекса в таком количестве назначаются, когда интенсивный какой-то курс чего-то человек проходит, находясь в санатории. А так, в общем, в принципе, одной процедуры, как правило, какой-то определенной или комплекса из максимум двух процедур, этого достаточно в классической физиотерапии. И обычно это все назначается в утреннее время. Понятно, да? То есть куперозом у нас идет 10 Гц сосудистая частота. С нее мы начинаем, мы, собственно, на ней работаем. И используются всякие сосудоукрепляющие препараты. Желательно методом отсроченного фотофореза. Если же мы имеем дело с АКНЕ, да, с какими-то воспалительными процессами, именно вот то, что в простонародье называется прыщи, мы понимаем, что мы можем работать даже по поврежденной коже, то есть с множеством воспалений, причем бесконтактно, с зазором до 0,5 см, ну, то есть до 5 мм, а лучше 3 мм. Можем освечивать определенную поверхность, да, какое-то время, да, и чаще всего используется лоббильная методика, то есть мы двигаемся, мы двигаемся, как бы, ну, если контактно, тоже так же, да, можем и бесконтактно та же двигаться. Просто бесконтактно мы можем не делать спиральки, да, грубо говоря, то есть вводить просто прямыми линиями. И все, как говорится, по массажным линиям происходит. Если мы работаем с воспалительным процессом, там уже будет чуть больше мощность. На самом деле здесь, как говорится, низковатая мощность у меня на слайде указана, потому что это немножечко под другой аппарат параметр. В принципе, на нашем аппарате Мустанг у нас 150 мВт на квадратный сантиметр идет мощность, интенсивность манипулы, которая имеет 735 нанометров в дыну волны. Вот, и точно так же мы можем снизить мощность до 5 у второго излучателя. А если у нас есть дополнительные манипулы, да, какие-то, например, 635 нанометров, отдельно покупается манипула к такому аппарату, которая имеет красный спектр, имеет достаточно неглубокое проникновение. Вот, и как раз ее можно использовать для терапии, да, терапии, например, акне. Вот, то же самое у нас, как правило, 10 процедур проводится чаще всего. И не только на лице, кстати, акне бывает, да, и тоже мы можем обрабатывать и плечи, и грудь, и спину. То есть это те места, где у нас сиборейные зоны, где у нас всякие воспаления, да, могут быть. И используются первые три процедуры, стимулирующая частота 80 Гц, а потом уже остальные там 7, иногда даже 10, ну, иногда бывает 12, там 13, до 15 процедур тоже, в принципе, делается, ну, чаще всего 10 процедур. Там уже используется, опять-таки, сосудистая частота, которая как раз способствует еще и рассасыванию элементов постакне. Вот такая вот система применяется при воздействии вспомогательным при акне. Сразу могу сказать, что не является лечением низконтролитическим лазером основой терапевтического комплекса при лечении акне. То есть это вспомогательная методика, то есть мы лечим медикаментозно, иногда нам нужны даже пероральные системные ретиноиды для лечения тяжелых форм, нам нужны иногда антибиотики, иногда не нужны. Вот, то есть там много разных вариантов лечения акне. Мы можем азолоиновую кислоту использовать, мы можем какие-то еще препараты использовать для лечения воспалительного процесса этого, а уже физиопроцедуры, они идут в комплексе как вспомогательные. Вот, поэтому если человек ничем не лечится и, как говорится, ничего не использует медикаментозного, а у него акне, например, какое-то средне-тяжелое, то лазерная терапия одна в поле не воин. Это я сразу хочу на этом сакцентировать внимание, чтобы избежать, как говорится, последующих ошибок у людей, которые, допустим, захотят это использовать или пойдут на эту процедуру, но при этом не пойдут за нормальными назначениями к драматологу. И, конечно, это дело не поможет. Это именно вспомогательное воздействие. Ну и любая физиотерапия – это всегда вспомогательное воздействие. То есть мы физиотерапию используем всегда для того, чтобы усилить реакцию адаптации организма, то есть усилить ее эндогенные ресурсы, то есть улучшить кровоток, улучшить трофику тканей, укрепить сосуды, частично убить микрофлору или поддержать микрофлору свою, например, какими-то препаратами с проебиотиками, а-ля там сыворотка пробиоскин, и при этом восстановить барьерную функцию, заживить чего-нибудь. Но, как говорится, все хорошо в комплексе и в меру. Что касается того, что рекомендовать самому пациенту, потому что если мы нормальных рекомендаций не дадим, грамотных, он будет мазаться не пойми чем, что подешевле или что проще достать. Он будет халатно относиться к использованию каких-то средств лечебных и так далее. Кстати, это очень важно, потому что, например, при акне, при розации, особенно по полупостулезной стадии, очень важна так называемая комплайнтность пациента, то есть его приверженность к нашим назначениям, потому что очень часто в терапии используются препараты, которые вызывают побочные эффекты, такие как раздражение, шелушение, покраснение. Иногда в начале терапии могут быть усиления самого воспалительного процесса, и человек бросает это все, то есть он не следует каким-то нашим рекомендациям, он начинает бросаться из стороны в сторону, то попробовал, это попробовал, за 5 дней не помогло, значит, не годится. На самом деле большинство препаратов имеют дозозависимый эффект, они имеют свойство накопительного действия. И поэтому, если человек начал использовать какой-то препарат, и он только-только побочные эффекты вызвал, еще кожа к нему не привыкла, он еще даже свое действие терапевтическое не успел оказать, и человек его уже бросает, к сожалению, естественно, толку от этого лечения не будет. Поэтому всегда, конечно, нужно оптимально скорректировать эффект, предупредить о возможных каких-то побочных явлениях. То же самое и к косметике, в принципе, к эстетике относится, потому что когда мы берем какие-то сильные препараты, такие как наш ретидерм, например, относительно новый, который ретинололипосомальный, свободный в количестве 0,25%, содержит, плюс еще неоцинамид 3%, плюс аскорбиллургазид, витамин С, то, конечно, мы ожидаем при применении такого препарата, что у нас может вначале, пока кожа не привыкла, не ретинизировалась полностью, например, возникать какие-то явления раздражения, шелушения, именно реакция на ретинол. Было бы странно, если бы этого не было. Есть, конечно, пациенты с достаточно грубой, толстой, нечувствительной кожей, которых практически минует чаш сия, и вот эти побочные эффекты у них минимальны, максимум где-нибудь в чувствительной зоне пошелушится чуть-чуть, и все, они на это даже внимание обращают. А есть кто, у кого реально шелушится лицо, краснеет на ретиноле, и приходится сдвигать графики, то есть отменять на какое-то время, 4-5 дней, потом опять начинать постепенно вводить с 3 раз в неделю, потом переходить на через день. То есть ежедневный прием того же самого ретинола, то есть применение топического ретинола, оно вообще не всем нужно. Через день вполне достаточно. Так вот, то же самое относится к каким-то лечебным препаратам. Если попользовался, бросил, потом опять начал, толку от этого не будет. Если, допустим, все назначено правильно, и медикаменты человек использует правильно, но при этом ухаживает за кожей неправильно, использует какие-то жирные кремы, комедогенные, пытается снять шелушение в зелином или еще чем-нибудь, при розации, например, не придерживается каких-то такого вот образа жизни с минимизацией триггеров, влияющих на прилив крови к лицу, то, увы, мы тоже не получим быстрой ремиссии. Так вот, для пациентов нужно такие прям памятки делать или устные мусы это объяснять. То, что должно быть мягкое очищение и тонизация. То есть, наш, например, гель очищающий, который на кокоглюкозиде, он всегда для такого пациента будет лучше, чем стандартное какое-нибудь очищение на лауретсульфате, которое будет, в общем-то, нарушать барьерную функцию, так или иначе. Обязательно тоник должен быть. То есть, это должно быть мягкий тоник без ПАВ, который будет именно восстанавливать ПАШ и дочищать кожу от остатков ПАВ, которые были у нас в очищающих средствах, от каких-то балластных веществ, которые водопроводны в воде. Но я это уже просто как мантру повторяю, каждый вебинар. И как бы все равно встречаются люди, которые считают, что, например, жирную кожу надо, чем лучше обезжирил, тем и лучше. На самом деле, тем активнее будут сальные железы ее. И будет как белка в колесе, этот пациент носится со своей жесткой умывалкой. Толку, как говорится, кроме повышения чувствительности кожи и ее обезвоживания, он не получит. Дальше обязательно, если мы используем какие-то, например, при розации в частности, очень важна защита от солнца, потому что ультрафиолет – это один из самых мощных триггеров, который ведет к обострению розации, как эритоматозной, так и по полупостулезной стадии. Поэтому фотопротекторы нужны всегда. Там понятно, что зимой они могут быть более мягкие, к примеру, там SPF 30 использователи, SPF 10 даже, как в увлажняющем креме нашем. А с первыми лучами уже мартовского, апрельского солнышка уже надо переходить на SPF 50. Пищевой дневник пациенты с розация должны вести. То же самое пациенты с акне, которые имеют какую-то зависимость появления воспалений с пищевыми аллергенами или, допустим, со сладкими или с быстрыми углеводами, они ведут пищевой дневник и потом таким образом быстрее исключают из своего рациона вот эти вот продукты-провокаторы и таким образом облегчают свое состояние. То есть таким образом ищутся личные какие-то триггеры. У кого-то это может быть какой-то пищевой компонент, а у кого-то это может быть, допустим, что-то другое. Да, какие-то, не знаю, там другие триггеры могут быть. Но самые основные триггеры, конечно, это перепады температур. Поэтому бани и сауны для пациентов с розация нежелательны, а для пациентов с акне во время обострения нежелательны какие-то температурные воздействия, потому что они все равно стимулируют выработку кожного сала чаще всего. Раздражающая горячая пища, алкоголь, ну, как я уже сказала, ультрафиолет, нагрузки какие-то, которые к приливу крови ведут интенсивному. То есть я часто очень встречаюсь с вопросами, даже недавно кто-то спрашивал из наших слушателей вебинаров или влога, можно ли там тяжелоатлетикой заниматься и так далее. Конечно, если важно не красное лицо, то нельзя, потому что такие интенсивные физнагрузки, они, к сожалению, являются триггером. Поэтому там уже предпочтение надо каким-то мягким техникам, физкультуру, если предпочтение отдавать таким, как пилатес, йога и так далее, которые не ведут к раскраснению лица. Также в уходе должны какие-то быть наиболее мягкие средства, без раздражающих каких-то компонентов. Можно использовать пре-пробиотики, потому что уже доказано, что если микробиом в порядке, то быстрее восстанавливается кожа. И очень часто бывают, есть такие наблюдения даже у нас в клинических испытаниях нашего пробиоскина и пост уже, как говорится, пост-продакшн отзывы, что кому-то облегчило сильно состояние при переоральном драматите, кому-то там при акне. То есть мы это все фиксируем и понимаем, что да, этот препарат, конечно, как дополнение к комплексной терапии, комплексному уходу за кожей, он, конечно, нужен многим. Есть такое правило 30 минут, так называемое, когда мы, например, какие-то раздражающие используем лекарства, наносимые на кожу, например, топические ретиноиды или там тот же самый бензайлопероксид, те, которые достаточно раздражающим таким действием обладают, то лучше, конечно, наносить их на сухую кожу, кожу, которая, ну, во-первых, не влажная, потому что влажная сама по себе, да, она усугубит эти побочки. А когда у нас уже кожное сало немножечко подвыработалось наше, да, то есть гидролепидный барьер немножко восстановился, там, хотя бы за полчаса, и PH нормализовался после умывания, и тогда мы уже на такую кожу наносим какие-то раздражающие препараты. Но я иногда аналогию такую привожу с тем, как, вот, например, ну, парикмахеры, да, красить волосы, да, обесцвечивают всякими вот этими блондирующими составами, например, тогда, когда кожа не свежепомытая, да, например, то есть, а именно на грязные волосы, условно говоря, наносят эти краски, потому что кожа у нас защищена вот этим вот слоем все-таки кожного сала и так далее, потому что если мы обезжирим кожу, да, и нанесем вот такой состав на волосы, да, и попадет это все, конечно же, на кожу головы, то можно получить очень сильное раздражение. Также из кожи лица происходит. Если имеем раздражающий, потенциально заражающий компонент в составе какого-то ухода или лечебного средства, то лучше наносить, конечно, не сразу после умывания, тем более не на влажную кожу. Вот. Чаще всего надо пациентам с акне и розацией освежать свой уход. То есть, лучше брать маленькие объемы, то есть, чтобы избежать обсеменения самой банки с нашим средством, декоративной косметикой или уходовой, каким-то микробами. Понятно, что и в декоративной косметике, и в уходовой косметике есть консерванты. Эти системы консервантов, они, конечно, берегут это средство на протяжении всего срока годности после открытия. И поэтому очень внимательно таким пациентам надо смотреть не только на просто срок годности, потому что может быть 2-3 года, а после открытия, то есть, это символ баночки такой открытой на флаконе, это как раз после того, как открыли или первый раз нажали, да, вот эта воздушная пробка ушла на дозаторе, да, и вот, значит, мы все уже. Консерванты, которые консервируют воздушную среду в флаконе, они уже не работают. Работают только те, которые в составе самого средства находятся. Поэтому всегда следим за именно этим сроком годности. Желательно, конечно, вообще даже меньше использовать, чем этот срок годности после открытия. Но, по крайней мере, это гарантирует хотя бы то, что там не будет патогенная микрофлора развиваться. И поэтому маленькие объемы тоже хорошо. И не использовать средства, которые находятся в банках, куда лезут пальцем и так далее. Лучше предпочесть дозаторы атмосферные или вакуумные, но, так сказать, чтобы не контактировать с самим средством руками. Ну и делать все возможные, как говорится, для того, чтобы укреплять сосуды, сосудистую стенку. В том числе это и такие как бы мягкие, не вызывающие приливы крови, но все-таки физические нагрузки. То есть отсутствие кислорода, ну и прогулки, например, на свежем воздухе и так далее. Это банально вообще, банально и истинно. Но, к сожалению, многие сидят целыми днями у компьютера по работе или без работы. Но, в общем, заставить их как-то двигаться тяжело. А это нужно. Поэтому вот такие вот нехитрые способы серии «Помоги себе сам» они важны. И в межпроцедурном уходе мы уже будем использовать тогда те препараты, например, или те какие-то уходовые средства, которые уже будут решать конкретную проблему. То есть если это купероз и эрозация, не осложненная воспалительным компонентом, то это будет мягкое очищение. Лучше всего при сосудистых проблемах лосьон-концентрат «НЕО», конечно, в качестве тоника использовать. Использовать можно гель для сухой нормальной кожи «НЕО» как более мягкий такой сосудокрепляющий препарат. Кому вот не пошел антикуперозный гель, например, то можно пользоваться гелем для сухой нормальной кожи «НЕО» с арникой, с плющом. То есть тоже свазоактивный компонент, но без никотина и кислоты. И утром используем солнцезащиту, если нужно. А вечером можно использовать, если мы его хорошо переносим, антикуперозный гель, более сильный, соответственно, с никотиновой кислотой. Кстати, там есть и антиэйдж компонент ДМА, я уже об этом говорила. Там все венотоники, которые только можно себе вообразить. Иконские каштаны, листья красной винограды, троксирутин, известный нам по аптечному гелю троксивозин. То есть такой биофлавоноид с сосудокрепляющим действием. То есть антикуперозный гель, конечно, самый сильный по воздействию на сосуды, но и такой специфический, потому что надо всегда попробовать сделать такую аллергопробу. Как вы ощущаете такую, хоть и низкую дозу, но все-таки никотиновая кислота там есть. И она, в общем, там эту силу гелю и передает. Поэтому такой он эффективный. Но, к сожалению, маленькая дозировка никотиновой кислоты, меньше 1%, она все-таки призвана тонизировать стенку сосудов, то есть в безопасном режиме для этих сосудов. Но некоторые люди действительно реагируют повыше на чувствительность к никотиновой кислоте, поэтому об этом всегда надо пациенту предупреждать, чтобы он попробовал или пробничек ему дать сначала. И если все хорошо, там уже можно пользоваться каждый вечер и даже два раза в день. Если же розация осложнена воспалительным компонентом, там уже добавляются противоспалительные препараты. Чаще всего это препараты, содержащие азолоиновую кислоту, например, сыворотка стоп-акне. Как поддерживающая терапия, опять-таки нормализующая PH, подкисляющая кожу, это пектиновый гель хорошо использовать. Альфадерм в данном случае, в случае розации, не лучший вариант. По сравнению с акне, когда альфадерм как раз хорошо при гиперкератозе и склонности к воспалениям альфадерм, это как раз сыворотка наша новая, которая с миндальной кислотой, 5% и комплексом АХ-кислот. Так вот, пектиновый гель, он мягенький, там цитрусовый пектин работает и создает этот кислый PH, плюс он немножечко рассасывающим действием, слегка отбеливающим таким действием обладает, поэтому его как раз со склонностью к пигментации, в том числе и после воспалительной пигментации, хорошо использовать. И вот его как раз можно добавлять тоже в уход, как правило, вечером его наносят. Вот, и если розация не в обострении, то есть она не реагирует на все, вплоть до воды, каким-то раздражением сильным, то есть в обострении вообще, раз применяем нулевую терапию, то есть вообще все отменяется. То, если как бы все нормально с чувствительностью кожи, не очень сильная она, то, конечно, в папулупустлезной стадии закупривание пор нам мешает жить, поэтому энзимная маска нам в помощь под пленочку, естественно, без всяких там массажей по ней, когда воспаление, массаж нам противопоказан. Вот, под пленку наносим 15 минут, потом смываем, если нормально кожа переносит папаин с молочной кислотой, то вот пользуемся 1-2 раза в неделю для того, чтобы предотвратить закупривание пор. Вот, и, соответственно, также в межпроцедурном уходе, когда мы лечим, например, разаться, можно использовать очищение, если врач, например, уходовые препараты не рекомендует временно, да, допустим, на фоне обострения использовать, то используется только солнцезащита чаще всего. Вот, и вечером, в принципе, если, опять-таки, с врачом согласовано, можно использовать восстанавливающую сыворотку, например, пробиоскин. Тут уже, естественно, весь уход лучше согласовывать с врачом, потому что разация на фоне обострения, она очень непредсказуемая, там, и, ну, раз, чем меньше препаратов, тем лучше уходит. А при акне у нас, как говорится, уход уже давно усаканился, если можно так выразиться, то есть этой схемой уже давно драматологи пользуются, сами пациенты пользуются. Когда мы утром и вечером очищаем кожу мягко, очищающим гелем, кстати, хочу сказать, что при разации, например, на фоне обострения, и не нужно 2 раза умывать кожу, только если загрязнение там вечером переснить, а утром достаточно просто использовать, например, лосьон-концентрат, протереть кожу, и все, да, то есть минимум контакта с водой. Вот при акне мы утром и вечером очищаем кожу, использовать утром можно тоник для жирной кожи, проблемный, балансирующий с гомомелисом, серии антиакне. Вечером можем использовать тоник с аха-кислотами, который будет мягенько подкислять тоже среду, и плюс там еще себорегулирующий комплекс у него в составе на основе цинка, меди и магния. Вот, потом мы утром можем использовать, например, стопакне с золоиновой кислотой, и если нужно защиту от солнца вечером, можно использовать, допустим, на участке с воспалением стопакне или на все лицо, а можно использовать сыворотку альфа-дерм с кислотами, с миндальной и комплексом аха-кислот. И можно использовать гель пектиновый как вариант. Если демодекоз присоединяется, да, и как-то вот кожа хорошо реагирует на серу, да, многим серы хорошо помогают от воспаления, то существует у нас наш знаменитый гель Демотен, который тоже можно использовать и утром после всех медикаментозных средств, можно и вечером кому-нибудь, кому, как говорится, хочется, да. То есть его можно один или два раза в день применять тоже. И энзимная маска, конечно, при акне помогает очень хорошо, именно под пленку, для профилактики закупоривания пор и вообще, собственно, гиперкератоза. А фолликулярный гиперкератоз – это самая главная причина, наряду с другими возникновения вообще акне, то есть без фолликулярного гиперкератоза, как правило, нет акне. Вот, и, соответственно, вот мы как раз для глубокого очищения энзимную маску используем один-два раза в неделю. Вот, если кому интересно, здесь есть слайдик, но я более подробно вообще об аппарате Мустанг 2000+, и о подборе дозировок и так далее рассказываю в семинаре про лазерную биоретализацию. Многие, наверное, о нем были и слышали. Если есть какие-то вопросы, можете мне сейчас задать. Я могу повторить это, но самое основное – то, что когда мы вообще работаем низкоэнергетическими лазерами, мы высчитываем, ну, то есть мы обычно знаем, какую поверхность мы должны обработать, сколько там квадратных сантиметров, да, какую мощность мы можем использовать, да, какую дозу этого лазера, да, можно сказать, плотность дозы, так называемую, да, мы будем использовать. И мы обычно не знаем только время. В среднем, как говорится, при наличии, например, такого аппарата, как Мустанг 2000+, и Манипулы Бьюти-Скин, область лица обрабатывается 10 минут. То есть это можно все высчитать по формуле, можно, как говорится, просто запомнить, что если у вас основной излучатель выдает 150 милливатт на квадратный сантиметр, то лицо мы обрабатываем 10 минут, а лицо, шею, декольте, да, ну, то есть вот эта область, кроме щитовидной железы, мы обрабатываем там 20 минут, на самом деле 20 плюс-минус там 2 минуты, если точно посчитать. Но подробно я сейчас не буду, конечно, на этом останавливаться, потому что у нас больше акцент все-таки этого вебинара как раз о терапевтических воздействиях в случае акне-розация и лазерной биритализации мы уже сто раз, как говорится, проговорили. Наталья, мощность Мустанга, смотрите, если у нас Манипула Бьюти-Скин, то там основным излучателем считается непрерывник, то есть непрерывный излучатель с длиной волны 785 нанометров, и у него номинальная мощность 150 милливатт. И, соответственно, если мы подставим в эту формулу вот эти 150 милливатт вниз, туда П, то есть мощность излучения, а вверху у нас будет Д, то есть мощность 300, которую мы на область лица, шею, декольте должны дать за раз, и площадь как раз, две ладошки по 150 квадратов, это тоже 300, мы как раз получим те самые 10 минут. Единственное, что мощность, она с запасом, конечно, этих аппаратов продается, и может быть 200 выдавать у нового, а, у вас красный, но там немножечко по-другому, там у вас 635 нанометров, там меньше мощность, но время обработки там все равно получается 10 минут, просто там не считается по вот этой формуле. Там как раз вот те, что я дозировки давала на предыдущих слайд, вот они как раз для той манипулы тоже подходят. То есть в принципе в среднем мы обрабатываем область, если вокруг глаз мы работаем отдельно, красные манипулы, там не больше 2-3 минут эта область обрабатывается, а если мы обрабатываем все лицо, там те же самые 10 минут на красном излучателе. А если мы вот бьюти-скин используем, то как раз область лица идет 10 минут, шеи-декольте 20 минут в среднем. И там уже еще нам нужно просто на втором излучателе, который инфракрасный, 890 нанометров, он просто внутри самой манипулы, там 2 излучателя у бьюти-скин. Поэтому они подключены у нас к двум, попробую показать, к двум канальчикам, да, вот, ну, НЛОК, НЛОК, да, который у вас, НЛОК, вот. Ну, там свои нюансы, просто я сейчас не буду подробно об этом останавливаться, потому что, ну, это как бы на самом деле, на самом деле такие уже нюансы, которые чисто к одному виду аппаратов, да, применительно, и нам нет смысла сейчас просто, ну, для всей публики, кажется, у кого нет этого аппарата, вот это все нюансы все рассказывать. Но если у вас Мустанг, да, то, скорее всего, обучение проходили там, когда его покупали, да, или там, допустим, салон отправляют на обучение, вот, и там, в принципе, должны были сказать, как им пользоваться. Вот, и, в принципе, там та же самая матричная манипула, она чаще всего используется вообще в стационарной методике, да, то есть не лоббинной. Так что, в принципе, здесь, если кому интересно, можно посмотреть вебинар по лазерной терапии, там, который у нас был, они периодически, ну, мы повторяем темы, да, потому что не все же смотрят прошедшие вебинары, кто-то приходит чисто в режиме реального времени, чтобы там какие-то вопросы задать, вот, или какую-то определенную тему посмотреть, но они все выложены в Ютубе, можно их посмотреть, именно про подбор дозировки и так далее. Вот, и, в принципе, существуют и другие аппараты, то есть помимо Мустанга существуют БТЛи с тоже низкоэнергетическим лазерным излучением, ну, разный, лазерник тоже самый, да, вот, и там есть свои тоже нюансы, именно подбора дозировок, но это все в технических характеристиках, у вас в самой аннотации к аппарату, оно, как правило, достаточно подробно описано, и можно сориентироваться. Вот, еще такой маленький нюанс уже, чтобы нам уже сегодня закончить, времени еще много у нас ушло на сегодняшний вебинар, по поводу сочетания лазерной терапии и других каких-то методик, я еще раз хочу на этом сакцетировать внимание коротко, то, что какие-то нагрузочные процедуры, особенно которые применяются на эту же зону, да, они в один день, как правило, не назначаются, то есть мы стараемся какую-то нагрузочную процедуру использовать или одну, или максимум там две, разнесенные по времени в течение дня, не более того, чтобы не стимулировать, как говорится, лишнее, вот, и не получить какие-то побочные эффекты, ненужные нам. Вот, если же мы проводим лазерную терапию, например, или какие-то манипуляции с кровью, да, то в один день мы их никогда не комбинируем, то есть если пациент делает, допустим, низкоэнергетический лазер на разные дозировки, да, в смысле на разные части тела с разными показаниями, да, то мы в этот же день не будем делать ему лазерную терапию в области лица. Или, например, пациент делает надвенное или внутривенное облучение крови, и, естественно, мы в этот день опять-таки не будем проводить ему лазерную биоритализацию. Также мы не проводим лазерную биоритализацию или другие лазерные процедуры, если у пациента в этот день назначены какие-то манипуляции с кровью, да, плазмоферез, гемосорбция, ультрафиолетовое облучение крови и так далее. Вот, если же у нас какие-то инъекционные процедуры сделаны или планируются, да, то тоже есть своя зависимость, то есть понятно, что лазерные методики будут улучшать кровоснабжение и, соответственно, улучшать прохождение нервного импульса, да, и если у нас стоит ботокс, например, в области лба, там, межброви и круглаз, и мы будем там делать курс процедур целый, полноценный, из 10 процедур, конечно, у нас ботокс будет меньше там стоять. Понятно, что мы не выведем эффект весь, как говорится, но, конечно, пациент мокрый может рассчитывать, например, на то, что у него 8 месяцев обычно стоит, а он просто стоит у него меньше, да, там, 6-4. Для пролонгирования можем назначить пептиды миорелаксанты, например, после ботулинотерапии, имперсирует к миорелаксу, а вот лазерную терапию, конечно, надо осторожнее в этом плане. Если установлены мезонити, то первые 2-3 месяца мы с аппаратными процедурами не воздействуем на область, где они установлены, да, потому что они должны рассосаться, должен образоваться равномерный фиброз, да, и только потом можно физиотерапию делать. А если филеры имплантированы, то первые 30-40 дней, то есть месяц, грубо говоря, нельзя делать аппаратные процедуры в области, например, нахождения этих вот имплантов из гиалуронной кислоты состоящих. Если мезотерапия, то там уже просто, как любая инъекционная процедура, такое стандартное правило 3 дня до 3 дня после, ну, на самом деле, главное сразу после лазерной терапии не колоть пациента, иначе мы просто в расширенные сосуды, там, в такой активизированный кровоток, да, будем попадать иглой и делать гематомы там, где бы в нормальном состоянии мы бы их не сделали. Вот, и, соответственно, как говорится, после инъекционных процедур лучше какое-то время подождать, чтобы сделать, например, лазерную терапию. Хотя после инъекционных процедур, при желании, конечно, можно сразу осветить поверхность, но смысла в этом особого нет, потому что вколы и так заживут, затянутся за час. Вот, и лазерная терапия в данном случае с целью регенерации ускоренной этих вколов, ну, это просто, ну, просто отъем денег у пациента почем зря. Вот.